Привет, меня зовут Ольга Путикова, я парфюмерный эксперт. В сегодняшнем выпуске делаю обзор на парфюм Blue Talisman от Ex Nilo. Обратите внимание, произносится бренд как Ex Nilo. Итак, давайте делать unpacking. Пленку я уже сняла. Вообще хочу сказать, что данный бренд мне ранее не симпатизировал, несмотря на его бешеный хит под названием Fleur Narcotic, совсем не мой аромат, но когда вышел Blue Talisman, это произошла любовь. Здесь уже все, я влюбилась. У данного парфюма такая легкая минималистичная упаковка, мне кажется она сделана из какой-то пенки даже. Вот так вот открывается. Здесь в крышке находится паспорт аромата. Вот такая книжечка. В этой книжечке перечислены альфакторные ноты и описание парфюма. Вот сам фокон сапфирово-синего цвета. Когда я берусь делать обзор на парфюм, кстати данный парфюм выбрали мои подписчики из Instagram, то есть он следующий на очереди так сказать, поэтому я делаю его обзор. И почему выбрали этот цвет, синий сапфировый цвет? Этот цвет выбрал парфюмер, сам парфюмер, испанский парфюмер Jordi Fernandes, самородок. Парфюмер, который сделал себя сам. Он не пошел по традиционному пути изучения парфюмерии, а развил свои собственные навыки. Данный парфюм выпущен этим парфюмером совместно с основателем компании к юбилею, десятилетнему юбилею. Экс Нила 10 лет исполнилось. С парфюмером Jordi Fernandes они уже сотрудничают пять лет и уже успели выпустить несколько культовых ароматов, в числе которых, в числе которых, сейчас я вам скажу название. Может быть, вы знакомы с этим ароматом. Brompton Immortal. Кто знает этот парфюм, напишите в комментариях. Я с ним не знакома, но по описанию это культовый парфюм также стал. В общем, как мы поняли уже, сотрудничество Jordi Fernandes и компании Экс Нила довольно успешное. Сразу скажу, что ни один из ароматов до этого мне не заходил. Флёр наркотик вообще не мой аромат, но когда я познакомилась с Блю Талисман, это произошла любовь. Здесь уже любовь с первого взгляда случилась. И цвет к юбилею он решил выбрать синий сапфировый. Дальше по ингредиентам, по ингредиентам он также решил выбирать их приближенно в соответствии с данным цветом. Давайте я зачитаю состав нот. Итак, верхние ноты это бергамот, имбирь, мандарин и груша. Грушу обожаю в ароматах. В сердце это цветок апельсина и Джорджи Вуд. В базе Аки Головуд, Мускус и Амброфикс. Кстати, вот Джорджи Вуд и Аки Головуд это синтетические душистые вещества, запатентованные, разработанные компанией Живодан, в которой Джорджи Фернандес является старшим парфюмером. Итак, он выбрал бергамот, который дает аромату свежесть и яркость. Теперь давайте слушать ноты. Сейчас я возьму специально подготовленные блутеры. У меня такая красивая пачечка ботера для дегустации аромата. Вообще, когда данный парфюмер разрабатывает ароматы, в основе его концепции всегда лежит благополучие и счастье. Это то, что я сейчас чувствую, когда вдыхаю данный парфюм. Ультрасовременный, вкусный, яркий, необыкновенный аромат. Вот это груша бесподобная. Такая, знаете, как будто бы молекулярная груша. Немножко бергамота чувствую. Потом это все раскрывается в цветке апельсина. Баллийская лилия здесь даже еще присутствует. Амбра здесь в избытке для того, чтобы придать такую, знаете, чувственность аромату. Он использовал также здесь мускус, который прекрасно раскрывается на коже. Давайте еще нанесу себя на кожу. Этот парфюм идеально подходит для летней прохладной погоды. Я сейчас нахожусь в Сочи. Здесь около 23 градусов, легкий ветерок с моря. Потрясающий аромат. Сразу скажу, что я этот аромат смело отношу к мужским. Мне сложно представить этот парфюм на женщинах, потому что, когда я слушаю этот аромат, у меня возникает состояние влюбленности. То есть мужчина, который воспользуется этим ароматом, он будет производить впечатление мужчины, в которого хочется влюбиться. Мне кажется, 9 из 10, что я бы влюбилась в мужчину, у которого есть этот парфюм. Очень вкусно пахнет. Итак, что еще могу сказать? Журди, парфюмер, когда создавал этот парфюм, он стремился к тому, чтобы создать, как такой его некий талисман бренда. Ну, его так, собственно, и назвали. Блю-талисман. Так. Кроме восхищения, он ничего не вызывает. Его хочется вдыхать бесконечно. Много раз. Потрясающий экснила. Блю-талисман. Наконец-то свершилось. Я влюбилась в их аромат. Такая красивая упаковка. На крышке здесь такой логотип виднеется. Флакон 100 миллилитров. Поэтому от всей души рекомендую мужчинам наносить данный парфюм. И, знаете, вы поймаете такое ощущение от девушки. Она как будто бы в вас влюбится в первый раз. Ну, что, на этом все. Я поделилась своим впечатлением этого прекрасного аромата. Поделитесь в комментариях, если вы знакомы с этим ароматом. Понравился ли он вам? И какое впечатление производит на вас? Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!